Библейский портал экзегет.ру представляет в Иерусалиме, это южное царство, иудейское. Но, в общем-то, его речь, его пророчество в не меньшей степени касается северного царства со столицей в Самарии. Потому что это еще один народ, хотя он уже разделился на два государства, но его внутреннее единство всем известно и понятно. И судьба у него, в общем-то, одна. И судьба эта в VIII веке связана, прежде всего, с Иссирийской империей, которая с севера грозит, которая в 720 году до нашей эры действительно уничтожит Самарию. И Михей предлагает, как, в общем-то, многие из пророков делали, своеобразную философию истории или богословию истории, если хотите. Он объясняет, а почему все это происходит, в чем замысел, и как, в конечном счете, все это обернется ко благу единого израильского народа, хотя то, что происходит, благом никак не назовешь. Ну, и вновь и вновь приходится подивиться тому, что патриотизм в современном понимании этого слова, или, лучше сказать, вульгарном понимании этого слова, у библейских пророков абсолютно не было. Вместо того, чтобы обличать ассирийцев, которые, конечно, были жестокими завоевателями, вместо того, чтобы ободрять народ, свой народ, какими-то призывами к борьбе и обещать им светлое будущее, говорить, что даже если мы проиграли на поле боя, все равно мы самые лучшие, он обличает этот народ. То есть, ассирия, как и вообще любое внешнее событие в жизни этого народа, это всего лишь способ еще один что-то услышать, что хочет сказать Бог. И вот от имени Бога как раз Михей со своим народом и говорит, я буду читать свой собственный перевод. «Слово Господне о Самарии и Иерусалиме». Интересно, что Самария на первом месте, хотя сам Михей, он относится к Иерусалиму, к Южному царству, которое получил Михей из Морешета во дни Йотама, Ахаза и Хиски, царей иудейских. Ну, это обычный способ именовать время, то есть не по годам, не было абсолютных календарей, а по управлению царей, то есть довольно долгий период. И то, что указано его место, Морешет – это вполне такой известный городок в Южном царстве, и дана именно датировка по иудейским царям, еще раз нам напоминает, что он из иудейского царства. Но он начинает с Самарии, то есть потому что единый народ и то, что происходит с Северной, его частью не менее важно, чем то, что происходит с Южной. Но и мы часто, в общем-то, в таких ситуациях ожидаем некого соперничества, он будет говорить, мы хорошие, они плохие. Здесь нет ничего подобного. Здесь либо все плохие, либо всех Бог любит. Просто у каждого своя какая-то отдельная история. В общем, очень поучительно, если сегодня рассматривать отношения с братскими народами, вроде украинского, то с обеих сторон слышно все, что угодно, кроме этого. Итак, что он говорит? «Слушайте все народы, внимай земля и все, что есть на ней». А при чем здесь все народы? Он из Иудеи говорит про Иудею и родственную ей Самарию. А все народы-то что? Но мы прекрасно понимаем, что для пророков основная роль иудейского народа вовсе не в том, чтобы построить Великую империю. Это не удалось. Хотя при Давиде довольно многое было сделано в этом направлении. При Соломоне наслаждались покоем и величием. И не в том, чтобы добиться каких-то особых успехов в области балета и любой другой области, как в одной старой песне пелось. Но для того, чтобы показать что-то всем народам. И вот эта вещь, которую пророки постоянно напоминают, потому что это очень неудобно. Ну, добиться процветания для себя – это хорошо. Стать Великой империей – это прекрасно. Всем показать, что мы самые-самые духовные – ну, еще лучше, потому что то более приземленное – это возвышенная цель. Но стать для них уроком – это же очень неприятно быть учебным пособием, манекеном. С одной стороны. С другой стороны – объектом бесконечной любви Бога. Но это уже потом начинаешь понимать. А первое – что ты вот выставлен перед всеми, и на тебя смотрят и ждут, как ты себя поведешь, что ты сделаешь, и что потом с тобой произойдет на задание всем остальным. Не очень приятная перспектива, правда? «Итак, слушайте все народы, земля и все, что есть на ней. Будет Владыка Господь свидетелем против вас». То есть, то, что происходит с Израилем, северное или южное царство, это все-таки вещь, которая происходит со всем человечеством. И именно свидетельство, именно та точка, в которой будет все записано, в которой будет отрефлексировано и продумано, и есть основная роль вот этого избранного народа. Будет Владыка Господь свидетелем против вас, выходит Владыка из Святого Дворца. Ну, а дворцом могло именоваться некоторое воображаемое небесное обиталище или храм в Иерусалиме. То есть, вот оттуда Господь выходит по всей земле. «Вот шествует из дома своего, Господь нисходит и попирает высоты земли, расстают горы под его стопой, рассадутся долины, как воск перед огнем, как вода, что скруче течет». Понятно, пришествие Бога – это великое и славное событие. И, наверное, хотелось бы нам на месте древних израильтян и иудеев сказать, ну да, вот у нас такой Бог, Он очень великий, могучий, вот сейчас Он всем покажет, сейчас вот всех победит. Но Он продолжает, все это за преступления Иакова, за грехи дома Израилева. То есть, Иаков – это другое имя Израиля, первое имя человека по имени Израиль, и, соответственно, это обозначение одновременно всего народа. Значит, Бог приходит не для того, чтобы возвысить, спасти, не для того, чтобы показать всем, как велики именно вот эти два царства, но для того, чтобы наказать эти грехи, что же в этом хорошего. Откуда преступление Иакова? Не из Самарии ли? Откуда жертвенники на холмах Иуды? Не из Иерусалима ли? То есть, и то, и то царства хороши. И центром разврата вот этого язычества и всего остального объявляется каждый раз столица. Ну, я сам в столице живу, в Москве. Мне это очень неприятно. В Москве же все самое лучшее. Москва – это центр культурный, политический, экономический. Но и центр разврата оказывается тоже, прежде всего, в столице, потому что столица влияет на весь остальной народ, на всю страну. И, конечно же, легко нам сказать, ну да, но мы-то в этой самой столице, вот я столичный житель, в ней родился и живу. Мы просвещенные, мы там продвинутые, мы какие-то вот особые, а эти там деревенщины всякие, она же ничего не понимает, ну, понятно, у них там язычество. Нет. Пороки, действительно серьезные пороки, начинаются с тех, кто выше. Начинаются с тех, кто образованнее, успешнее, состоятельнее, да, вот этим они заражают. Никто не будет подражать образу жизни колхозной доярке, а образу жизни поп-звезды подражать будут очень-очень многие, да, поэтому именно она распространяет пороки, хотя, может быть, по своим качествам она не хуже этой самой колхозной доярки ничуть. Откуда жертвенники на холмах Иуды не за Иерусалима ли? Я обращу Самарию в руины, где станут разбивать виноградники, пролью на нее каменный дождь и обнажу ее основания, разрушены будут все идолы ее. И, соответственно, вот начинается разрушение Самарии, судя по всему, Иерусалиму потом придется не легче, дальше будет очень много географических названий, но начинается с Самарии. Действительно, когда ассирийцы шли с севера, то Самария и Северное царство были первыми, да, ну, как при нашествии там Гитлера, скажем, Украина и Беларусь оказались первыми, просто географически, да, они, потому что они там были чем-то хуже. Вот так и здесь, то есть, он с самого начала отмечает, что на самом деле оба царства примерно в одном положении, но начинается все с какой-то конкретной точки, и руины, где разбивают виноградники, живописно, конечно, он не говорит, там руины, где шакалы воют, хотя и так можно сказать, а с другой стороны, в этом тоже есть свой символ, виноградники, ведь это место сельскохозяйственное, да, это вот как раз те самые поля и угодья, и если город, если столица не соответствует своему статусу центра религиозного и прочего, если она распространяет пороки, то она обращается в периферию, да, то есть Самария, бывшая столица Северного царства, оказывается таким местом, куда даже крестьяне ходят лишь для того, чтобы землю обрабатывать, да, вот то, что было высоким, внезапно разрушается, ну и как, будут разрушены все идолы ее, что платили ей сгорит в огне, то есть она получала какие-то налоги и, может быть, пожертвования от этих самых идолопоклонников, статую ее разобью в прах, что собрала она в уплату за свой блуд, отберут у нее и растратят на блудниц, вот это язычество понимается как блуд, да, то есть как, ну грубо говоря, проституция, Самария ходит по чужим богам, как развратная женщина ходит по чужим мужикам, и она получает деньги за это, ну понятно, подарки там, что-то еще, и в языческих культах, да, конечно, есть этот элемент, они выгодны, как, в общем, очень многое на свете, служат поводом собирать деньги, поводом приобретать какое-то имущество, она собирает, 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 и вот это все будет отобрано и пущено на новый блуд, понятно, что новые хозяева, те же самые ассирийцы, а может быть кто-то еще, они ничуть не лучше, нельзя сказать, что вот это все пойдет на какие-то великие цели, все будет примерно то же самое, такой круговорот денег в природе блуда и разврата, но важно это то, что произойдет в Самарии, а не то, что те же самые ассирийцы, ничуть не лучше, даже и хуже по многим параметрам, они еще очень жестокие завоеватели, и то, что ты собираешь за блуд, не становится источником твоего процветания, твоей респектабельной жизни, об этом будут плакать и рыдать, ходить босыми и ногами, под нему словно шакалами, вой за ухую, как сова, и вот он говорит о том, что он сам будет плакать и рыдать и будет поднимать вой, то есть ему от этого нерадостно, вот есть патриотизм, я уже сказал, ложный, в кавычках, когда мы говорим мы самые крутые, у нас все хорошо, есть обличительство ложное, в кавычках, когда мы говорим мы самые отвратительные, мы самые мерзкие, и с каким-то садистским наслаждением бросаются эти обвинения в глаза соплеменников, вообще людей, а он будет плакать и рыдать, то есть для него это трагедия, личная трагедия, причем Самария, напомнит, не его царство, это соседняя, он не радуется тому, что с этим царством все будет плохо, в отличие от очень многих, опять-таки, современных параллелей, и эта проблема настолько серьезна, что она касается ни одной Самарии, глубока нанесенная рана, дошла она до Иудеи, достигла врат моего народа, самого Иерусалима, то есть, да, может быть, Самария первая и выдала служение, видимо, первая, потому что все-таки в Иерусалиме храм, то есть там есть какой-то сдерживающий центр, в Самарии все уже совсем, что называется, отвязно, но проблема действительно, прежде всего, в том, что этой вот болезнь греха, эта рана, она касается всех, она не останавливается на государственных, там еще каких-то границах, она если вот пошла, то она пошла, как гангрена такая, да, и вот она доходит до ворота Иерусалима, и это ассирийское войско, которое тоже, конечно, доходит в буквальном смысле слова до ворота Иерусалима, но и не только Иерусалима, дальше начинается перечень городов, которые в этой стране есть, в Гате не объявляйте, плача, не поднимайте, в бейт-ля-афра прахом покройтесь, и здесь все время такая игра слов, бэгат-аль-тагиду, да, то есть, ну, как бы мы сказали, в Мурманске, заморозке, в Тамбове, таянье, такой прогноз погоды, вот здесь берутся названия городов, и он подбирает созвучные слова, в бейт-ля-афра прахом покройтесь, тоже, афар и афра, афар это прах, созвучный, ступайте, женщины, шафира, обнажен ваш срам, шафир это прекрасный город, да, и вот женщины, которые оказались прекрасными, великолепно одетыми, они позорно обнажены, то есть, ну, их ведут в рабство, понятно, сорвали с них одежду, и голыми ведут куда-то в рабство, женщины цианана наружу не выйдут, не буду рассказывать про все эти созвучия, но их тут много, плач в бейт-ля, пала их защита, это один из тоже культовых центров, бейтель или в эфир, где было и святилище, в общем-то, незаконное, потому что законное только в Иерусалиме, и вот они надеются на Бога, но защита пала, дева из мород рыдает, нет ей добра, пришла от Господа беда к вратам Иерусалима, ну, то есть, образ страны, где в каждом городе что-то свое, очень плохое происходит, где плач, страдания, где те, кто ходил роскошно одетыми, идут голыми в рабство, в плен, где некуда бежать, где, ну, понятно, картина вражеского нашествия, запрягая коней в колесницу, жительница Лохиша, Лохиша, один из городов, который был захвачен насилийцами первыми, ты, начало греха дочерей Сиона, из тебя начались преступления Израиля, то есть, вот это самое начало, я не знаю, что конкретно было в Лохише, ну, наверное, какой-то особый языческий культ, что-то такое, чего в других местах, по крайней мере, не сразу возникло, да, вот в Лохише оно уже было, вот, ты первая в грехе, ты первая в наказании, и запрягая коней в колесницу, то есть, ну, либо это призыв идти на бой, либо уже захвачен город, и она, это самая жительница Лохиши, это, как правило, женщина, вот, изображают мирных жителей, чаще всего женщины, в таких пророческих текстах, мужчины на войне, они погибают, либо бегут, а женщины остаются, и, соответственно, они захвачены врагом, вот она запрягает колесницу, может быть, ассирийским воином, в качестве такой служанки, за это будешь дань посылать, мурешет гад, соответственно, будешь платить какому-то очень незначительному местечку, и там будут сбор податей осуществлять, будет дом Ахзива для царя Израиля обманом, один из знатных домов, приведу к тебе владельницу, жителя Мореши, второе, то есть, появляются новые хозяева, смотрите, им надо запрягать колесницы, им надо платить подати, и они объявляются именно как новые хозяева жизни, но это происходит при завоеваниях, при каких-то беспорядках, бунтах, и, в общем, это признак того, что прежняя жизнь разрушена. Слава Израиля уйдет в Адул-Лам, Адул-Лам маленькое местечко, если туда уходит слава, ну, как если там слава России, пойдет какой-нибудь Биробиджан, да, ну, вот, все, что было славного, бежит куда-то, вот, отправляется очень далеко, ничего не остается, и дальше, наголо обрейся в знак скорби по детям своим драгоценным. Вообще, бритье головы наголо и бороды тоже, это был признак траура. Обычно все-таки носили прически, достаточно хорошие прически, длинные волосы, бороды тоже. Ну, а вот человек, который бреется, это, кстати, очень логично, он голый, да, вот, как снять одежду, так снять волосяной покров со своего лица, по крайней мере, в древнем мире так казалось. И вот этот траур по своим драгоценным детям, то есть, невзирая на все эти бедствия, на все эти языческие вина, вины, любовь-то к своим людям сохраняется, да, здесь нигде нет злорадства, как и в других пророческих книгах, нигде нет вот этого, ну, доигрались, наконец-то, да, всегда это скорее плач, те, кто в этом страдает, пусть это страдание даже и заслужено, и вдруг, такое очень резкое сравнение, она обрилась, эта самая, жительница, ну, всех этих городов, пусть будет лысина у тебя, как у грифа, ну, гриф представляет себе падальщик, да, у него такая лысая голова, от тебя они пойдут в изгнание, то есть, в этой скорби, пожалуй, она не встречает сочувствия, может быть, потому что сама виновата, может быть, именно потому что, ну, гриф она, она вот, что-то такое неприятное, мерзкое, ну, а во второй главе мы ее прочитаем в следующий раз, чуть более подробно, почему, собственно, с этими всеми городами и с этими жителями такие вещи происходят.